Приветствую вас, и вы знаете, вот когда человек выполняет одно и то же действие в течение дня, это говорит о том, что подобный человек допускает в своей жизни множество привычек. Привычка создана и призвана для того, чтобы внушать личности ощущение свободы некоторой, ощущение определенности, ощущение, ну, скажем так, принадлежности чему бы то ни было, и ощущение проявления себя. То есть человек, представим, себе имеет такой внутренний конфликт, конфликт такого плана, значит, человек по мнению самого себя, да, не принадлежит самому себе. Он по какой-то причине считает, что он себе сам не принадлежит. И вот это качество, это мнение и так далее, оно заставляет человека как-то себя проявлять. То есть в данном случае личность мужчина не заинтересован в том, чтобы с кем-то общаться. Он заинтересован в том, чтобы себя проявить, сделать то, что человек хочет. Подобное может означать только одно. Человек испытывает дефицит своих личных поступков, своих личных действий, и для него это имеет значение. Очень важно и очень серьезно. Дальше, можно сказать так, что человек отвлекается. То есть игра, это отвлечение. Я не совсем понял, погонять шарики, интерны, Атлантиды и так далее, что это я вконтакте не слышу практически, поэтому не могу быть, естественно, в курсе того, что это может быть интерны. Вы имеете в виду интерны это сериал, Атлантида что-то, я не знаю. Человек-мужчина считает, что он имеет право на то, чтобы в какое-то время быть только принадлежащим самому себе, и он так отдыхает. Можно ли назвать, что это именно успокоение? Нет. Скорее, это досуг. То есть люди, которые проводят таким образом свой определенный досуг. Ну, не имеют они возможности больше никак отдохнуть, например, в течение, скажем, дня, рабочей недели и так далее. А может быть у человека этого вы не пишете, может быть у человека на работе, например, в свободное время появилось, или домашей академии, или что-нибудь еще. Факт тот, что я бы сказал, что ведь досуг есть у каждого, и каждый досуг может использовать по-своему. Кто-то может почитать книгу на досуге, кто-то может посмотреть фильм, кто-то поиграть, кто-то погулять, да, и так далее. И вот мужчина, который ведет себя так, предпочитает отдохнуть именно таким образом. Это пассивный отдых, модный нынче, ничего не дающий, никак не развивающий, но, видимо, принять счастье человеку определенное удовольствие. И если человек все-таки получает какое-то удовольствие от того, что он проводит время так, значит, ему этого для счастья достаточно. Да, можно, конечно, говорить о том, что представляет из себя такой мужчина, каков уровень его интеллекта, каков уровень его занятости, каков уровень его моральных норм и принципов, да, потому что, ну, люди высоких моральных норм вряд ли будут смотреть интернов и гонять шарики. Ну вот, вы знаете, вот, я вам могу сказать по поводу последнего вашего сообщения, что просто успокаиваются после тяжелого рабочего дня. Вот, лично мне, иногда, после работы, или когда много бывает ответов на вопрос, честно, хочется погонять шарики. То есть, можно поиграть в более сложные игры, да, но именно хочется что-нибудь простое, того, чтобы отдохнуть, чтобы как-то развлечься. Ну, я не говорю, что это, что-то плохое, или что-то хорошее, наоборот. Понятно, что вы задаете свой вопрос в контексте каких-то ожиданий от этих мужчин. Думаю, что если бы это был ваш муж, или ваш парень, то, наверное, вы бы так о нем не писали, потому что вы бы жили вместе, и не было бы у вас никаких проблем с общением с ним, и с ожиданием в отношении него тоже. Раз вы пишете, значит, скорее всего, мужчина вызывает у вас какие-то чувства, и вы, возможно, обижаетесь, что он не пишет вам. Естественно, я не хочу лезть туда, куда не бросит, просто, как раз бы сказать, что вы пишете явно в негативном ключе все это. Особенно, вот, вы пишете интересный психотип таких товарищей, вот, таких товарищей прозвучало очень, очень, знаете, иронично, я бы сказал. Ну, если я ошибаюсь, прошу прощения. Для людей нормальный доступ, если раньше читали книги, смотрели телевизор, да, развлекались на природе, то сейчас иногда проще через компьютер, социальные сети, вот это поиграться, посмотреть и так далее. Хорошо это или плохо, решать не нам, важно, то нравится вам это или не нравится, если у вас некая заинтересованность в этом мужчине. И здесь ключевой момент в том, насколько оправдывает мужчина ваши ожидания. Вот, по моему мнению, мужчина ваши ожидания здесь не оправдывают. Отсюда и ваш вопрос, я думаю. Что касается психотипа, то, если человек недостаточно интеллектуальной расы, чтобы использовать досуг для развития, для узнавания, познавания каких-то вещей, если человеку после тяжелого рабочего дня нужно отдыхать, значит, работа ему не нравится, значит, имеет место определенный конфликт, связанный с работой. Если у человека семейный не врядится, то это уже конфликты между людьми, и имея в виду конфликты, можно уже говорить о человеке, высказывать определенные предположения относительно него самого, ну и это также определяет то, что человек делает. То есть, если человек, например, не хочет менять работу с нелюбимой, с нетяжелой, на более легкую, более высокоинтеллектуальную, а предпочитает вот тяжелый труд, да, то это его право. Но это лишь характеризует его с определенной точки зрения. Если человек не решает проблемы семейные, а предпочитает от них бежать, предпочитает закрывать на их глаза, это тоже, знаете ли, говорит о человеке определенные вещи. И при общении с такими людьми, он держит ухвостро, а вдруг какие-то их качества и на вас могут повлиять, негатив. Вообще, я думаю, что, ну, если будут ответы на этот вопрос, каждый эксперт ответит в контексте своего восприятия важного вопроса, поскольку он не обназначен. И понравится вам больше тот ответ, который либо предоставит наиболее полную и полезную с вашей точки зрения информацию, либо который максимально полно ответит на ваш контекстуальный запрос, то есть на вопрос, который идет за строчками. Я бы мог это сделать, но предпочитаю отвечать только на те вопросы по возможности, которые клиенту дает непосредственно. Если у вас появится желание поговорить, пишите в личку, помогу вам, помогу вам решить те проблемы, которые есть непосредственно у вас. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.